просто как сериальчик это все нет это вот надо ботать 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 хочу это означает трение против движения при переходе из одной системы отчетов другого просто без вывода пишут погнали всем привет вот такая у нас задача сегодня по гладкой горизонтальной поверхности неподвижного стола двигают тонкую ленту с неизменной скоростью у то есть можно сказать это вид сверху здесь гладкая горизонтальная поверхность стола и вот кто-то по ней с неизменной скоростью у двигает ленту этот кто-то все время делает так что скорость ленты будет неизменной равна у по той же поверхности стола скользит брусок со скоростью перпендикулярной краю ленты это принципиально здесь момент ну и поскольку не уточняется относительно чего-то по дефолту относительно земли то есть стола вот эта скорость бруска так вот перпендикулярно краю будет ориентирована брусок никто не трогает он сам скользит понятное дело что тут вот стол гладкий и скорость меняться не будет а вот когда уже брусок будет по ленте двигаться там уже скорость может меняться почему все дело в том что есть трение между бруском лентой и коэффициент трения скольжения бруска ленту милл составляет 0,2 масса бруска 100 грамм известно что после того как вот этот брусок въехал на ленту расстояние аж маленькая от бруска до вот этого края ленты с течением времени ты менялась вот по такому закону на самом деле уже из графика видно что спустя полсекунды это расстояние становится неизменным и равно 20 сантиметров уже можно подумать да а чё это означает но мы еще к этому вернемся на самом деле четыре вопроса я бы здесь выделил вопрос первый определите направление величину ускорения бруска второе найти величину скорости в 0 с которой брусок скользил по столу вопрос третий скорость у ленты найти которые кто-то все время вот неизменно обеспечивает ну а четвертый вопрос он немножко необычный но он тоже очень интересный в самом конце будем его обсуждать сколько теплоты выделиться вот в рамках всей этой системы пока брусок на ленте находится ну так не означает что он с ленты должен съехать на самом деле но мы еще к этому вернемся вот задача коротко мы здесь его условия отметили ну и хотелось бы на самом деле еще полностью его зачитать а вы сейчас вот увидите вот я сделал красиво полную версию и так по гладкой горизонтальной поверхности неподвижного стола с постоянной скоростью у двигают тонкую ленту по той же поверхности скользит маленький брусок массы m равная 100 грамм в направлении перпендикулярным краю ленты после того как брусок въезжает на ленту расстояние аж маленькой от t от бруска до края ленты меняется с течением времени t так как показано рисунке коэффициент трения скольжения бруска по ленте составляет мю равное 0 2 ну вот опираясь на вот эти вот все данные нужно будет ответить на следующие вопросы первое определите направление величину ускорения бруска а второе какой скорость в 0 имел брусок по столу до того как въехала на ленту третье с какой скоростью у двигают ленту ну и четвертое какое количество теплоты выделиться в системе пока брусок находится на ленте ну вот здесь считать что ускорение сводного падения g это 10 метров на секунду в квадрате вот так вот это все у нас с вами выглядит отдельно хочется отметить мы не уточняем какой системе отчета ускорения и вот эти скорости значит по дефолту относительно земли то есть стала здесь это очень важно надо понимать что здесь очень много на самом деле чего будет нужно для решения причем как-то вот максимально погружаться вот всей головой эту задачу мне кажется сначала надо вот выделить некий набор мыслей до который нам будет нужен вообще в целом на самом деле в общем каких таких отчасти теоретических поговорим про кинематику движения точки на предмет направления скорости ускорения этой точки будет первый пункт мне кажется он здесь на самом деле будет весьма и весьма важным я думаю можно так и назвать кинематика какая-то элементарная совсем до кинематика движения точки что можно вот проект сейчас будет нам сказать ну первый вопрос и ответ я думаю на него все знают как в рамках какой-то конкретной системы отчета где . движется по какой-то траектории направлен у нас с вами вектор скорости этой точки как по касательной к траектории всегда ну понятно что в разных системах отсчет у нас траектории могут быть разные стало быть скорость будет разная мы сейчас говорим какой-то конкретной системе отсчет какие бывают траектории траектории может быть прямо линейный и криво линейный можно попробовать даже нарисовать но вот криво линейная траектория например да как она может выглядеть допустим наша . движется по какой-то вот такой вот криво линейные траектории в данный момент времени она находится здесь. Вот по касательной к траектории в данный момент времени у нас будет ориентирован наш вектор скорости. Можно его здесь аккуратненько выделить. Вектор V. Не, безусловно, траектория может быть и прямо линейной. Можно попробовать это тоже здесь выделить в виде прямой. Наша точка, допустим, находится здесь. Ну, по касательной к траектории, фактически с этой траектории это направление совпадет. Вот наше направление скорости нашей точки V. Тут вроде бы все понятно, о чем идет речь. Теперь другой вопрос. Как направлен вектор ускорения точки? Ускорение у нас это скорость изменения скорости. Оно отвечает за то, что скорость может меняться в последующие моменты времени. То есть если у точки есть ускорение, значит скорость ее меняется. И в последующий момент времени скорость уже будет другой. Как направлен вектор ускорения? Ну, вот тут все определяется, на самом деле, определением ускорения. Давайте его вспомним. Ускорение или мгновенное ускорение в данный момент времени. Что это такое? Мы должны с вами, если мы хотим ускорения, вот в этот какой-то конкретный момент времени определить t. Мы должны от этого момента времени t отсчитать очень маленький-маленький промежуток времени дельта t. Настолько маленький, что он стремится к нулю. Он очень мал. Ну, что произойдет? Здесь наша точка как-то переместится. И уже вот таким образом скорость будет направлена. Так, аналогично произойдет скорее у нас с вами и здесь. Наша точка переместится. Уже как-то таким образом наша скорость будет направлена. Это вот момент времени t плюс дельта t. В принципе, можно это отдельно здесь отметить. И тут это написать. Дельта t очень маленькая величина. Ну, естественно, тут это тоже отметить. И нам нужно понять, как эта скорость поменяется. Ну, у нее произойдет изменение скорости дельта v. То есть сама скорость станет уже не v, а v плюс дельта v. Это та самая скорость, которая будет спустя дельта t секунд. v плюс дельта v. Соответственно, здесь v плюс дельта v. Дельта v – это изменение скорости. Естественно, это дельта v – это тоже очень маленькое изменение, поскольку дельта t маленькое. Так вот, по определению, ускорение в данный момент времени t показывает, как измениться скорость на сколько, дельта-в вектор, в ближайшие дельта-т секунд, отсчитанные от данного момента. И фактически ускорение — это есть скорость изменения скорости. Это изменение скорости, что произойдет в ближайшие дельта-т секунд, делить на эти дельта-т секунд. Ну, дельта-т здесь очень маленькая величина, это принципиальный на самом деле момент. Понятно, что если ускорение будет постоянным, это не имеет никакого значения, но в общем случае вот это стоит выделить. То есть фактически ускорение смотрит туда же, куда изменение скорости всегда. И здесь это принципиальный момент. Куда направлен вектор ускорения? Там в данный момент времени. Туда же, куда будет направлено изменение вектора скорости за малый промежуток времени дельта-т. Ну, давайте сначала скролинейные траектории разберемся, вот с этой. Ну, смотрите, вот у нас вектор скорости v был в момент времени-т, а вот такой вектор скорости у нас стал спустя дельта-т секунд, он стал v плюс дельта v. Ну, если взять разность векторов, как раз дельта v изменения скорости и будет. То есть вот дельта v, это и есть изменение скорости. Ну, направлено, как мы видим, оно вот таким образом, как бы вглубь траектории. Так вот, куда изменение скорости, туда и ускорение. То есть параллельно этому изменению будет направлен вектор ускорения ну и в принципе вот так вот здесь где у нас точку наша двигается можно аккуратненько вы нарисовать вот здесь и ответить вполне четко вопрос что если мы двигаемся по криволинейной траектории ускорения направлено вглубь этой траектории двигаемся той скорость не равна нулю да как бы вглубь траектории во внутреннюю часть всегда то есть нет такого что ускорение скорость параллельной при движении вдоль кривой линии. Это принципиальный момент. Окей, а как в случае движения вдоль прямой обстоят дела? Это интересно. Ну, аналогично можно поступить. Вот наш вектор скорости v, который был. Я просто параллельно здесь максимально стараюсь рисовать, да? А вот потом стал вот такой вектор, он туда же направлен при движении вдоль прямой, да? v плюс дельта v. Ну, я вот взял просто такой случай. На самом деле скорость могла и больше стать, чем была. Но я нарисовал случай, когда вот она поменьше стала. Опять, если разность векторов искать, то изменение скорости получается вот так ориентировано. Против самой скорости. Собственно, поэтому она и уменьшалась. А куда направлено изменение скорости дельта v, туда и ускорение. То есть получается, ускорение направлено против скорости в данном случае. Итого можно сделать следующий вывод, что при движении вдоль прямой, скорость, собственно говоря, вдоль прямой, да? Ускорение, вектор ускорения всегда параллелен этой прямой. И если скорость падает, то скорость, ну, лучше здесь это тоже продублировать, и ускорение, они будут в разные стороны. Если скорость по величине будет расти, то вектора скорости ускорения будут в одну сторону. Но главное не это. Главное именно то, что при движении вдоль прямой вектора скорости ускорения параллельны. Еще раз. В разные стороны, если скорость падает, как у нас. И в одну сторону вот они были бы, если бы скорость по величине бы росла. Но главное, что они параллельны. То есть при движении вдоль прямой скорости ускорения параллельны, при движении вдоль кривой нет. И это здесь, пожалуй, самый такой главный аспект, на котором мы с вами... Вы, конечно, можете подумать, а как это вообще здесь переговорить? На самом деле это как раз вот то, что мы делаем, это сердце этой задачи. Без этого мы сейчас не сможем здесь выстроить четкую логику рассуждений. Казалось бы, вот такая голая теория, но она правда сейчас будет нужна. Давайте попробуем как-нибудь сформулировать здесь основной, основной вывод. Ну вот предположим, предположим, что в рамках изучения кинематики движения точки, в рамках какой-то фиксированной системы отсчета, так оказалось, что скорость и ускорение параллельны всегда, в любой момент времени. Ну тогда в рамках этой системы отсчета траектория точно прямая, она прямолинейная. А если так оказалось в рамках фиксированной какой-то системы отсчета, что у нас скорость и ускорение такие уголники составляют, ну пардон, тогда траектория будет криволинейной. Вот эти две простых мысли, которые нам понадобятся. Давай теперь самое главное постараемся здесь выделить. То, что как раз войдет в основу. Это то, что было связано с прямой. Если в рамках какой-то конкретной системы отсчета, скорость и ускорение параллельны, то траектория прямая всегда. Ну что ж, давайте переходить к второй части, к второй. Мысли она уже будет больше цепляться непосредственно к условию нашей задачи. Мы поговорим про динамику движения точки. Кстати, брусок, ну предполагается, он маленький, его можно считать материальной точкой. Итак, вторая часть, динамика движения точки. Динамика движения точки. Это уже будет самое классное. И вот здесь нужно, увы, но принять факт того, что в рамках школы решения олимпиадных задач по физике школьных мы работаем только в инерциальных системах отсчета. Увы, говорить о неинерциальных можно, но это требует большого количества времени. Нужно вводить эти эффективные силы. В рамках обычной программы школьные этого не всегда делают. И поэтому как-то сейчас лезть в дебри. И вот, ну я не буду этим заниматься. Давайте вот по классике мы все делаем в рамках ИСО. Ну вот это будет у нас главное в нашей рубрике. Мы будем стараться все, на самом деле, делать в рамках ИСО. Вот. И здесь давайте вспомним, что земля, ну в нашем случае стол, он неподвижный относительно земли. То есть земля, стол, в очень хорошем приближении считается инерциальной системой отсчета. Ну и еще очень важный один момент. Можно даже это записать. Любая система отсчета, которая двигается относительно фиксированной, инерциальной, то есть вот земли, стола без ускорения, также является инерциальной. Ну посмотрите, у вас лента движется поступательно со скоростью, которая не меняется ни по направлению, ни по величине. То есть у ленты ускорения нет относительно земли. Значит лента, так же как и земля, будет считаться инерциальной системой отсчета. Что у нас меняется при переходе из одной системы отсчета в другую? Ну конечно, траектория, направление вектора скорости. А ускорение, вот это прям очень важно сейчас здесь будет, фишка инерциальных системой отсчета в первую очередь состоит в том, что вектор ускорения одинаковый во всех инерциальных системах отсчета, как по направлению, так и по величине. И все силы, картина сил действующих на нашу точку будет абсолютно идентичной. Поэтому говоря сейчас о динамике движение точки нашего бруска, совершенно не принципиально говорить, в какой мы инерциальной системе отсчета будем находиться. Потому что картина сил и ускорения, они во всех ИСО одинаковые. Говоря проще, ускорение бруска относительно и стола земли, и ленты будет одинаковым, как по направлению, так и по величине. В любой ИСО мы сейчас будем писать второй закон Ньютона для бруска, в произвольный момент времени, когда тот уже заехал на ленту. И уже будем пытаться разобраться с этой физикой. То есть траектория, скорость разные, ускорение одно и то же. Это физика, это реально круто и важно здесь. Ну что ж, давайте к сути. Вот брусок заехал на ленту. Мы рассматриваем ситуацию, когда брусок проскальзывает относительно ленты. То есть есть ненулевая относительная скорость. Ненулевая скорость, с которой брусок относительно ленты двигается. Как там все направлено, пока не важно. Какие силы действуют на брусок? Ну какие? Давайте. Их три. Во-первых, силу тяжести вертикально вниз, ну то есть от нас, потому что у нас это горизонтальная плоскость. Во-вторых, силу реакции опоры, ее нормальная составляющая N, перпендикулярна вот этой поверхности от нее на нас, так. И сила трения скольжения. Еще покоя, но у нас скольжение. Почему? Потому что есть проскальзывание бруска относительно ленты. И силу трения скольжения всегда она лежит вот направлена вдоль поверхности соприкосновения. Да, то есть здесь получается она будет именно в этой горизонтальной плоскости вектора силы трения скольжения находиться. Куда именно, чуть попозже уточним, она направлена. Но важно, что вдоль поверхности соприкосновения, то есть сила трения скольжения лежит в этой плоскости. Отдельно стоит выделить немаловажный аспект. Вот если мы с вами там, неважно в какой инерциальной системе отчет сейчас находимся, смотрим за движением точки, и оно является плоским, то есть в одной плоскости происходит. Понятное дело, что траектория в этой плоскости будет лежать, а стало быть и вектор скорости и вектор ускорения будут той же самой плоскости. Но у нас это вроде бы подразумевает сама задача, что наш брусок однозначно двигается в горизонтальной плоскости, там лента тонкая и там по высоте куда-то туда не подпрыгнет брусок. Брусок там не зайчик, он прыгать не будет по ленте. То есть выходит и скорость и ускорение бруска однозначно в этой плоскости. Главное ускорение в этой плоскости. То есть получается силу тяжести от нас, силу реакции опоры на нас перпендикулярна плоскости, горизонтальной. Так? Силы трения скольжения и ускорения, они в этой плоскости. О чем говорит второй закон Ньютона в рамках любой инорциальной системы отсчет? Он говорит о том, что равнодействие... Давайте его запишем. 2ЗН, второй закон Ньютона. Он говорит о том, что равнодействующие всех сил, что действуют на нашу точку, силу тяжести, силу реакции опоры, ее нормальные составляющие, силу трения скольжения, равнодействующие всех сил, то есть их векторная сумма. Это есть масса нашей точки, она нам дана m на ускорение этой точки. Ускорение в любой ИСО. Кстати говоря, первый вопрос как раз найти, куда направлено и чему равно это ускорение. И смотрите, вот из тех соображений, которые мы только что озвучили, вот эти два вектора, они перпендикулярны доске, а других два лежит в плоскости доски. Выходит, этих два должны быть скомпенсированными. Поскольку у нас вот этих два вектора, они лежат в плоскости доски, получается силу реакции опоры и силу тяжести должны быть скомпенсированы. Это будет условие на то, что брусок это никак не прыгает по этой ленте. Понимаете? Условием того, что силы трения и ускорения таки в плоскости этой находятся. То есть, в принципе, вот из этих соображений можно сразу написать, что силы тяжести плюс силу реакции опоры, они должны быть скомпенсированы. Это противоположно направленные векторам. Понимаете? Тогда получается, что силы трения лишь будет обуславливать факт того, что у нас есть ускорение. И вот с этими соотношениями уже, конечно, надо бы поработать. Надо бы поработать. Ну вот отсюда можно записать из первого то, что вектор силы реакции опоры это минус вектор силы тяжести, минус показывает, что они в разные стороны. Ну так оно есть. МЖ от нас, N на нас. Ну вот знак равно. Два вектора равны, если равны их длины. То есть, если вектор равны, равны их модулей. Можно так и написать. Модуль силы реакции опоры это модуль минус МЖ, то есть тем же. Масса у нас неизменна, то есть модуль силы реакции опоры не меняется. N константа. В принципе, все вроде пока ок. Что мы можем сказать здесь? Опять, два вектора равны, значит равны их длины. Можно их модулю приравнять. Модуль того, что здесь слева силы трения, то модуль МА, то есть МА. И вот мы подошли вплотную к тому, чтобы поговорить про силу трения скольжения. Отметить все-таки куда направлено, и как определяется. Почему скольжение? Потому что есть проскальзывание бруска относительно ленты. Давайте начнем с модуля. Можно так и написать. Так как F трения, лучше здесь это подписывать, это сила трения именно скольжения, то как ее модуль будет определяться, вспоминаем. Сила трения скольжения. Вот этот коэффициент мил как раз будет нужен. Скольжение. Ну вот, все, вывод. То F трения по модулю, это произведение мил коэффициента трения скольжения на модуль нормальной составляющейся у реакции опоры. Это модуль той силы, с которой по нормали будут взаимодействовать брусок с этой лентой, на самом деле. Как раз вот это N. И смотрите, если у нас N константа, получается F трения будет по модулю неизменным, потому что мил постоянное. Давайте прямо, наверное, это подставим сюда. Да, то есть, запятая, то есть, что мы с вами будем здесь иметь? Мы будем иметь, что F трения по модулю, если без стрелки, то имеется в виду по модулю. Это мил МЖ. Поскольку ни масса, ни мил не меняется, эта величина постоянная, неизменная. Так, супер, силы трения неизменна по модулю, неизменна по величине. А вот у нас они две написаны, почему к ним приравнять? Давайте это сделаем. Попробуем воспользоваться тем, что тут, тем, что вот здесь. Я причем думаю, это как-нибудь вот таким образом покажу. Это для нас картинка, так что в этом ничего с такого сверхъестественного нету. Мы будем иметь МЖ равно МА, МЖ равно МА. Масса у нас с вами уходит. Вот и получается, что модуль ускорения нашего с вами, А, в любой инерциальной системе отсчета, это МЖ. Но мил не меняется, Ж это константа ускорения свободного падения. В условии сказано было за 10 принять значение. Модуль ускорения неизменный. Но погодите, из того, что модуль неизменный, еще не значит, что направление будет неизменным. К направлениям сейчас как раз и будем переходить. Но мы видим, что модуль силы реакции опоры, модуль силы трения скольжения, модуль ускорения, они константы. Давайте сразу посчитаем. Я думаю, что нам число будет нужно. Итак, 0,2. Это МЮ умножить на Ж, 10 метров на секунду в квадрате. И ДУКО, 2 метра на секунду в квадрате. Давайте договоримся, что далее я, наверное, прям так писать и буду. Все, направление. Ох, направление это самое интересное, это кульминация этой задачи. Тут как раз потребуется тот самый первый пункт, о котором мы с вами говорили. Начинается самое классное. Надо вспомнить, как направлен вектор силы трения скольжения. Типичный ответ всегда против движения. Какого движения? Пардон, движение относительно. В одной системе отсчета оно одно, в одном направлении, в другой системе отсчета оно другое, в другом направлении. Тут все сразу начинают. А, против относительного движения. Ну вот это уже лучше. Здесь надо знать из теории, что силы трения скольжения всегда направлены против относительной скорости, V относительной. Это та скорость, с которой брусок, точка движется относительно поверхности соприкосновения относительно ленты. То есть речь не об этой скорости скорость в 0 брусок имеет относительно стола земли понимает не против нее силу нет нужно понять с какой скоростью вы относительная брусок будет относительно ленты двигаться и вот именно против нее будет ориентирована силу трения скальжи просто из теории мы это знаем понимаете это уже как раз намек на то что видимо здесь системами отсчета нужно будет что-то делать давайте настолько это важно что мы с вами это наверное запишем значит важно это отметить что сила трения скольжения f трение вектор направлена против в относительно это скорость с которой наша точка движется относительно поверхности соприкосновения иными словами это скорость с которой брусок движется относительно ленты это очень важная мысль кроме того вернемся вот сюда мы видим из второго закона ньютона вот эту связь двух векторов силы трения скольжения ускорения и вот коэффициент здесь массы положительный то есть вот этих два вектора со направлены то есть ускорение направлено туда же куда силу трения скольжения можно это отдельно здесь записать это тоже очень важный факт ускорение направлено это из динамики мы с вами здесь узрели туда же куда и силу трения скольжения но теперь вы уже наверно догадались да к чему я клоню объедините этих два факта получается что если ускорение туда же куда и в трение а и в трение против в относительное значит ускорение она у вас их на лицах системы хочу это одинаковое будет направлено против именно относительной скорости но мы с вами второй закон ньютон то пишем в произвольный момент времени не обязательно начальной вообще в любой пока у нас брусок проскальзывает относительно ленты причем любой на цель на стим отчет обязательно относительно стола может быть относительно лент в любой из а в любой момент времени мы это пишем а значит в любой момент времени ускорения противоположно направлено относительной скорости и вот тут вспоминайте первый пункт какой вывод можно на основании этого сделать давайте я прям стрелочками здесь запишу настолько это как бы важно мы получаем с вами что ускорение и вектор относительной скорости противоположно направлены противоположно направлен в любой момент времени ну то есть в любой момент времени они параллельны это вот как бы вот такая ситуация противоположного равна они параллельны а значит траектория в той системе отсчета где наша . брусок имеет относительную скорость она прямолинейная говоря проще брусок относительно ленты будет вдоль прямой двигаться о как мы смогли прям четко это доказать они как знаете бывает здесь народ сразу пишет а ну чё там понятно там в ленте по прямой относительно земли там по параболе все почему а вот смотрите как но всего пришлось сказать что до этого дойти вообще физика она требует некой дотошности я крайне рекомендую каждому из вас вот стараться щепотку этой дотошности себе вот вот как-то это впитать и стараться буквально вот каждый момент для себя объяснять иначе других задачах ничего не будет получаться и так факт того что а и в относительные всегда параллельны позволяет нам говорить о том что направление в относительное не меняется то есть траектория движения бруска в системе отсчета ленты прямая они параллельно в любой момент времени то есть давайте прямо этой будем писать в общем-то говоря одну и ту же мысль разными словами первый вариант который мы можем написать здесь в системе отсчета ленты траектория траектория так бы вместить мне конечно здесь все траектория движения но ничего это настолько важно что мы напишем траектория движения бруска траектория движения бруска является является прямо линейный барабанная дробь это правда очень важно прямо ли нейной или что то же самое направление это следствие того что а и в относительные всегда параллельны направление в относительной не меняется это принципиальный момент он очень важный а если направление в относительной не меняется значит направление ускорения не меняется а если направление ускорения не меняется не меняется направление силы трения получается вот что в принципе тоже самое в скобках напишем вектор относительной скорости вектор ускорения сила трения не меняются по направлению не меняются по направлению и вот на самом деле если теперь поговорить конкретно про вектор ускорения какой вывод мы можем сделать ускорение не меняется по величине и не меняется по направлению значит вектор ускорения постоянный у нас равноускоренное движение а здесь на помощь как чип и дейл спешит кинематика и вот те формулы равноскоренного движения которые помогут описать кинематику движения нашей точки бруска и мы сможем как это подобраться к этому некому расстоянию аж от края ленты к времени не просто они что даны были да то есть уже становится лучше вот вот настолько был важен вот мысль 1 вот эта мысль 2 уже приближены к задаче выводы движение равно ускоренная ускорение силы трения они сонаправлены и направлены против относительной скорости в любой момент времени сила трения понятное дело она неизменна ускорение неизменно в общем у нас все постоянно в рамках ускорения силы трения и единственное надо понимать конечно что величина относительной скорости как бы меняться будет, естественно, вот, то есть относительно ленты, наверное, наш брусок будет замедляться, ну, в силу того, что есть ускорение, не нулевое, оно есть, и оно будет как раз и действовать о том, что V относительно будет меняться. Кстати, как? Если в разные стороны A и V относительное, то это означает, что величина V относительной будет уменьшаться. Это как раз та ситуация с прямой линией, которую вот в первом пункте я здесь рисовал. Вот, и это очень классно. Ну что ж, давайте теперь попробуем описать, учитывая все это, все это, вот, наш процесс, который будет в задаче происходить. То есть идея в чем? Мы знаем, как у нас брусок относительно Земли летит в системе счета стола, да, то есть тут все это дело под прямым углом к краю ленты вот так вот происходит. Вот, мы знаем скорость ленты. Ну, как знаем, вот они обозначены буквами. Используя закон сложения скорости, мы, наверное, сможем понять, в каком направлении, это будет, если так смотреть вверх-влево, относительно ленты будет двигаться брусок. То есть сможем нарисовать вектор относительной скорости. И по направлению он меняться не будет. Мы сможем изобразить траекторию движения бруска относительно ленты. Ну, если теперь переходить относительно стола, смотреть, что будет, как бы добавлять движение самой ленты, да, то есть брусок движется по ленте, плюс сама лента двигается. Ну, относительно Земли что-то такое получаться и будет. На самом деле это будет парабола, но мы про это еще скажем. То есть давайте переходить к описанию процесса уже самого, который будет в задаче здесь. И вот пункты 1 и 2, и все, что мы сказали здесь, это сердце, без этого вообще никак. Кстати, относительно стола, то есть в системе отчета земного наблюдателя, там движение криволинейное по кривой, потому что там скорость ускорения не параллельна. Мы на самом деле это увидим еще, посмотрим на это внимательно, прям еще раз акцентируем на это внимание. Как движется брусок? Так, давайте поанализируем график. Я его перерисовал, но численные вот эти значения обозначил буквами. Давайте считать, что вот это время 0,5 секунды, это Тау. А вот это расстояние 20 сантиметров, оно же 0,2 метра, аж большое. Но все-таки физика в буквах, лучше в буквах все решать. Аж Тау, это, можно сказать, данные нам величины. Расстояние аж маленькое от Т, это расстояние от бруска до края ленты. Ну, там, где мы въезжаем. Вот. Тау маленькое время отчитывается от момента, как брусок только въехал. Ну, и мы видим, что это расстояние растет, а потом неизменное. Что же это значит? Ну, надо понимать, что на ленте ускорение есть, скорость бруска меняется. Вот. А вне ленты на столе он гладкий, силы трения нет, ускорения нет, там скорость не будет меняться ни по направлению, ни по величине. Там равномерное прямолинейное движение. Поэтому, ну вот, если попробовать смоделировать ситуацию, когда наш брусок, он съезжает-таки с ленты, что мы с вами будем видеть? Ну, вот лента. Лента движется вот так со скоростью У. Так. Относительно земного наблюдателя перпендикулярно вот здесь, к краю ленты, со скоростью в нулевой брусок заезжает. И дальше вот он движется, 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 движется. Допустим, он таки слетел. Здесь у него есть скорость, неравная У относительно земного наблюдателя. То есть, брусок не остановился относительно ленты. Не остался на этой ленте. Он таки слетел. Ну, пардон. Тогда это будет вот таким образом, и он будет дальше равномерно прямленино, без ускорения двигаться. Ну, и вот если мы аж маленько вот отсюда отсчитываем, то в произвольный момент времени t, вот ваше расстояние аж маленькое от t, ну, вы же понимаете, что оно все время будет расти. То есть, если мы слетим, оно все время будет расти. Такого графика не будет. Он все время, он будет вот так вот и шел, а потом вот линейно будет, поскольку там равномерно прямленинное движение. Но возрастающая там функция будет, а она постоянная. То есть, это вот вообще не наша ситуация. Она нам не подходит. Что-то не так. А что может быть не так? Ну, по всей видимости, не доехали мы до другой границы-то просто. Мы остались на вот этой ленте. Это уже как раз самое интересное. Получается, брусок на ленте остался. Он скользил, 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 но в один прекрасный момент относительно ленты брусок остановился. Что же в этот прекрасный момент будет происходить? Проскальзывание между бруском и лентой пропадает. То есть, уже никакой силы трения скольжения нет. Может возникнуть силы трения покоя. Но ее наличие зависит от того, есть какие-то внешние силы в этой плоскости соприкосновения или нет. А их нет, кроме трения. Поэтому силы трения вовсе исчезает. И силы трения покоя, которая могла бы возникнуть, будь там какие-то силовые действия в этой плоскости ленты, но их нет. Не будет силы трения покоя. Просто силы трения покоя, ее нет. То есть, как только брусок остановился относительно ленты, силы трения скольжения исчезла, а силы трения покоя не появилось, потому что нет внешних силовых действий в плоскости этой ленты. Понимаете? То есть получается, что ускорение нашего бруска, оно скачком зануляется, и в дальнейшем движение бруска относительно земного наблюдателя, относительно стола будет равномерное, прямолинейное. Вместе с лентой просто этот брусок будет двигаться. Понимаете? У вас относительно земного наблюдателя в момент остановки бруска относительно ленты, скорость бруска равна скорости ленты, и он просто вместе с ней будет двигаться. когда брусок относительно ленты остановится дальше он будет просто двигаться вместе с ней и вполне естественно что тогда расстояние она будет аж большой от края до бруска она будет постоянно это вот как раз наш случай то есть сам график нам как раз вот об этом подсказывает и вот тут было бы здорово в разных системах отсчета привести соответствующие картинки это показать в идеале бы это конечно текст здесь писать ног давайте попробуем сделать даже это как-то может быть крупно если это возможно итак первая ситуация рисуем нам причем пару раз придется наверное это здесь сделать ленту в одной системе отсчета и в другой системе отсчет можно сразу договориться где будет какая давайте считать что верхний рисунок это то что мы будем видеть сидя на столе на земле в системе отсчета земли земного наблюдателя и так в системе отсчета стола земли там траектория будет кривой а второй рисунок его пониже сделать если мы на ленте самой сидим то есть системе отсчета лента мы эту картинку будем видеть сидим на ленте наблюдаем за бруском системе отчета лент там траектории будет прямолинейный ну что ж в системе отчета лента лента неподвижно в системе отчета стола естественно лента имеет скорость она движется со скоростью вот это уже совсем другой разговор это мне уже нравится вот ну что же давайте в системе отсчета стола в начале мы заезжаем и имеем скорость в 0 начальный момент времени вот потом двигаемся 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 но в один прекрасный момент проскальзывания между бруском и ленты прекращается носительная скорость зануляется стало быть скорость бруска относительно земли будет такая же как у ленты и в дальнейшем движение будет равномерные прямо линейные то что начиная с этого момента и далее то что у нас было в пункте 2 динамика точки она все меняется вот только вот этому кусочку то что мы ранее обсуждали в плане пункта 2 будет верно там силу тренинг скольжение тут просто силу тренинг пропадает могла бы возникнуть силу трения покоя случае каких-то вот силовых действий в этой плоскости но их нет в этой плоскости поэтому силу тренинг покой не будет и мы будем просто вот по инерции начиная с этого момента и далее двигаться со скоростью у как собственно говоря и лента между ними не будет проскальзывания кстати вот это расстояние как бы его по красивше здесь отметить ну наверное прямо белым цветом можно вот оно и есть аж большое и в плане времени очень интересно вот как мы въехали вот здесь это момент времени серебристый серый интересный цвет это т т равной 0 пи первый раз вот ей богу использую маркер классно вот а вот тут ну когда как раз аж большое стало время тау прошло то есть это моменты равны тау слушайте мне нравится красиво то есть получается тау это вот это время как раз скольжение кстати здорово то что тут под прямым углом же скорость да а тут она как бы параллельно вот этому краю то есть на 10 градусов скорость повернулась класс вот эта картинка в системе отчета земли вот здесь вот криволинейные траектория чуть позже кстати я еще про это скажу параболы это будет вот ну и далее вот здесь мы уже будем вот так вдоль прямой двигаться здорово слушайте ну сама модель восхитительная на самом деле вот вот это и есть физика нормальная физика где вот ну не передать словами надо вот в это погрузить вы я надеюсь погрузились как системе отчета ленты все будет происходить там траекторе прямая там относительная скорость не меняется по направлению значит какая она в начале по направлению такая потом так что начальный момент времени предлагаю рассмотреть вот где-то здесь мы въехали местная может быть не друг по другом как бы мне стоило рисовать ну ладно здесь мы въехали ну куда мы будем двигаться тут уже закон сложения скоростей нужен без него совершенно никак итак закон сложения скоростей И закон сложения скоростей при t, равной 0, то есть в начальный момент времени. Относительную скорость в этот начальный момент времени v относительная 0. Вектор давайте будем обозначать. Итак, в соответствии с этим законом. Значит, скорость бруска, точки относительно земного наблюдателя v0. Она векторно складывается. Из чего? Из скорости того же бруска, той же точки относительно ленты. Мы договорились ее обозначать v относительная 0. И скорости ленты относительно стола. Это u. Вот и все. Еще раз. Скорость бруска относительно земли стола. Она складывается из скорости того же бруска относительно ленты. Не нарисовали еще. И скорости ленты относительно стола земли. А это u вправо ориентировано. Класс. То есть отсюда можно выразить v относительная 0. Векторно это v0 вектор минус вектор u. Ну что значит минус? Это значит прибавить минус u фактически. То есть последнее можно очень интересно переписать. v относительная 0. Это v0 вектор плюс вектор минус u. Ну а как вот, пардон, складывать вектора мы должны понимать. Итак, если вектор v0 у нас с вами направлен вот так вот вверх, условно, если смотреть там, где я сейчас стою, да? Если у вправо, то минус u влево. Так вот, если вектор минус u, противоположно направленный u, прибавить к v0, между ними прямой угол уже говорили, да? То вот их как бы сумма, вот она, я ее рисую. Это v относительная 0-то и будет. По правилу сложения векторов мы с вами здесь показали. Вот. Вот под углом альфа получается к перпендикуляру, к этой вот границе. Перпендикуляр границ. Под углом альфа будет ориентировано. Давайте это и нарисуем. Итак, перпендикуляр границы. Под углом альфа к нему вот таким вот образом будет ориентировано под углом альфа. Мы его еще найти должны будем с вами, да? Вот это начальная относительная скорость. Вообще класс, волшебство. Ну а значит вот вдоль этого направления мы... Ох, у меня вылезти, может тут немножко сейчас я подотру. Мы двигаться-то и будем, понимаете? Вдоль прямой. Кстати, не до конца мы там остановимся, но тем не менее. Ух, хорошо как, а? Ну, я уверен, что кинематика там, где вот в системе отчета ленты, ее будет значительно проще записывать. Там же все-таки траектория прямолинейная, поэтому это нарисовать надо. Так, ну у меня с прямыми линиями не очень, но я постараюсь. Значит вот тык-тык, двигались, вот двигались-двигались. И там, допустим, здесь остановились. Здесь остановились. Остановились как раз, когда вот расстояние аж большое стало, да? Слушайте, я вам могло и влезть на самом деле. Зря, может быть, стирал. Ну, не важно. По моментам времени, что здесь? Как вот только заехали вот здесь, т равное 0, т равное 0. Как остановились относительно ленты, т равное Тау. Вот красота какая. Относительно стола вот так, относительно ленты вот так. И все, дальше мы все время вот тут находимся, относительно ленты мы уже не двигаемся. Мы дальше просто относительно земли вместе с ней будем. Вот, то есть в последующие моменты, Т больше Тау, мы все время тут находиться будем. Так, важно понимать, что вот относительная скорость по направлению не меняется, поэтому какая в начале, такая и потом. А против этой относительной скорости у нас направлен вектор ускорения. Давайте, может быть, его каким-нибудь таким цветом выделим. Желтым, например, мне желтым плохо, а синим выделим. Ускорение против относительной скорости. Вот он вектор нашего ускорения. Туда же, кстати говоря, и силы трения скольжения будет ориентирована наше. Все время вот в этом направлении. Вот. Но во всех инерциальных системах отсчета, а пардон, они у нас именно такие, у нас что система отсчета стола является инерциальной, что система отсчета ленты является инерциальной. Картина сил и ускорений одинаковая. То есть тут ускорение будет совершенно вот здесь такое же. Оно будет, это ускорение ориентировано так же, как и это. Там уже будет по значению тем же абсолютно. Ну, если тут что-то в плане направлений показывать, чего мы видим, что ускорение к вертикали, к перпендикуляру, к кромке, да. Оно под углом альфа. Вот он как раз, этот самый угол альфа. Вот. В общем, это классно. Да, то есть в каком-то виде такая кинематика графическая получилась. Движение равноскоренное. Ускорение всегда постоянно. Оно вот под углом альфа к перпендикуляру. Вот этот альфа надо будет найти. В системе отсчета стола, земли, движение криволинейное. Парабола, на самом деле, чуть позже скажем. А относительно ленты вдоль прямой. Время вот это движение, тау, что здесь, что здесь. Это классно. На самом деле, за все это время тау было бы неплохо показать, а какие вот мы перемещения совершили. Потому что следующий вот пункт будет, наверное, четвертый. Я на одном рисунке попробую объединить две траектории. Там как раз будет перемещение. Некоторые перемещения. Ну, смотрите. Тоже, может быть, попробовать другим цветом это сделать. Желтым можно. Перемещение непосредственно относительно ленты. Вплоть до остановки. Вот оно. С относительно. Перемещение от вектора соединяющего начало и конец движения. Вот за время тау, да? А здесь перемещение за время тау. Вот. За время тау перемещение. Вот оно. Это можно обозначить S, ABS, абсолютное. Ну, S с индексом APS, абсолютное перемещение. Это перемещение точки относительно земли, стола. А S относительно – это перемещение точки относительно ленты нашей вот движущей системы отсчета. Кстати, вот эти перемещения тоже связаны с законом сложения, но уже не скоростей и перемещений, на самом деле. И было бы тоже это неплохо здесь написать. Закон. Ну, пусть будет, может быть, даже если мы это не будем использовать, будет полезно для общей раскачки здесь это написать. Закон сложения перемещений. Перемещений. Ну, понятно, о чем идет речь. За все время тау. Он говорит о том, что перемещение точки относительно стола земли, абсолютное перемещение, складывается из перемещения той же точки относительно ленты, плюс перемещение самой ленты относительно стола земли. S первого можно обозначить – это переносное перемещение. Но, учитывая, что лента движется равномерно, прямолинейно, это S переносное, можно очень легко задать. Это произведение скорости ленты фактически на время тау. Оно вправо будет ориентировано. Как раз если к S относительное прибавить у тау, вы получите вот это S абсолютное. Все вроде бы сходится. Все вот свой здравый смысл здесь нашло. Но вот я хочу, чтобы все-таки каждый из всех тех, кто сейчас смотрит, вот максимально себя впитал. Ну, нет, цели по физике быстрее ответ написать. Здесь вся суть в этих словах, в эмоциях положительных, понимаете, в кайфе, который ты получаешь. В этих картинках, в том, чтобы посмотреть за движением одной и той же точки в разных системах отсчета. Вот в этом вся физика на самом деле. А не в том, чтобы быстрый ответ получить. Именно она чему-то учит. Именно ее можно потом применять на других задачах. И это здесь главное. Ну что ж, мне очень зашел этот третий пункт. Мы можем, наконец, переходить дальше, где, пожалуй, стоит объединить это как-то все вместе. И уже использовать факт того, что ускорение у нас постоянное и верны формулы кинематики амускоренного движения. Вот так вот это выглядит. Можно даже подписать. Итак, вот это у нас траектория. Это у нас в системе отсчета стола, то есть земли. Красиво, чтобы было. А вот она, прямолинейная траектория, это в системе отсчета ленты. Можно так и подписать. Система отсчета ленты. Не будем показывать, что относительно стола, то есть земля ленты со скоростью двигается. Хотя, в принципе, наверное, можно, конечно, да. В целом, я думаю, понятно. Ускорение мы с вами уже нашли. Тау и аж уже упоминали. Аж, правда, здесь на картинке надо было бы показать, мне кажется, все-таки. Это вот это расстояние от вот этого края ленты. Это аж большое и есть. Вот. Давайте с перемещениями все-таки, наверное, что-нибудь отметим хорошего. Значит, относительно ленты мы двигаемся вот так. И вот такое перемещение у нас наш брусок вот этот совершает. Брусок. С-относительное. Так. При этом относительно стола, то есть земли перемещения, вот уж вот начало и конец. Тоже давайте выделим. Это то перемещение, которое абсолютно называется перемещение бруска относительно земли. Ну и связаны они как раз с перемещением самой ленты. У Тау, оно же переносное, переносное, не принципиально. Переносное перемещение самой этой ленты это У Тау. Может быть, мы в явном виде, у нас, ой, вектор над У. В явном виде, может быть, даже не будем этим пользоваться. Ну, кажется, это здесь уместно было бы сделать. Ну, красиво, сразу видно, вот что здесь да как. Значит, ускорение у нас всегда так, оно везде одинаковое. Ну что ж, самое время как-то пытаться, опираясь на известное значение H, то, что время движения у нас Тау. В СО ленты вот это Тау, ВСО стола вот это Тау, да. Как-то попытаться все-таки что-то здесь найти. Тут надо всегда внимательно смотреть на условия. В условии нам даны вот эти вот H и Тау. Мы еще ускорение нашли. Наверное, и все остальное сможем как-то выразить. Но вот не уверен я, что заниматься кинематикой равноскоренного движения в системе отчета стола. То есть, Земле это разумно, там траектория кривая. Кажется, намного проще это будет в системе отчета ленты. Потому что там траектория прямолинейная. Так что давайте воспользуемся формулами кинематики равноскоренного движения. Конкретно в системе отчета, наверное, ленты, где траектория прямолинейная. Вот. Ну, давайте прямо, наверное, так и напишем. Кинематика. Кинематика. Рут. Это аббревиатура равноскоренного движения. В системе отчета ВСО ленты. Ну, что в плане формул в общем случае можно сказать? Как меняется вектор нашей относительной скорости с течением времени? В относительная. Есть четкая вполне формула. Формула без перемещения. Это начальная относительная скорость, которая на самом деле у нас здесь нарисована вот так вот и была. Плюс ускорение умножить на время. Ну, это если векторное все это дело записывать. И на самом деле можно воспользоваться тем, что эта скорость занулится как раз в тот момент, когда мы достигнем этой точки. Формально Тау – это как раз время этого торможения относительно ленты ведь. То есть предлагаю в качестве Т взять Тау, тогда тут просто навсего будет ноль. И будет очень удобно. Не, ну, можно, конечно, это в проекции даже было бы, мне кажется, записать. То есть, в принципе, можно, давайте каким-нибудь цветом это покажем, самим искусственно задать какую-нибудь вдоль вот этого S-относительного координатную ось Х и записать это в проекциях на эту ось. Что у нас будет получаться? V относительное Х – это есть V относительное 0Х плюс проекция ускорения на ось Х умножить на время. Ну вот смотрите, за время Тау, за время Тау, что мы с вами будем иметь? Вот здесь мы остановимся относительно ленты. То есть, V относительное Х будет ноль. Можно так описать. Ноль равно. V относительное 0Х, оно будет равняться V относительное 0. Проекция вот этого вектора на ось Х будет равняться плюс модуль этого вектора, потому что это вектор сонаправленный в случае Х. То есть плюс V относительное 0, модуль вектора. Ну а дальше, поскольку ускорение против оси Х, проекция ускорения А вот этого вектора на ось Х, это минус модуль вектора, минус А. Минус А умножить на время Тау. Ну вот это уже что-то, уже некое соотношение, которое можно будет наверняка как-то использовать. Почему нет? Пока давайте его, наверное, перепишем в том виде, что V относительное 0, это А Тау. Ну так мы же все знаем. Ускорение у нас 2 метра на секунду в квадрате, можно прямо так здесь описать. А время Тау это полсекунды у нас здесь это было, это из графика. Получается 1 метр в секунду. То есть в такой скорости у нас начнет свое движение вот этот брусок. Иногда я его еще монетой называю. Монета, брусок, просто очень много похожих, в принципе, задач. И чаще всего, конечно, встречаешься с формулировкой, когда монета на ленту заезжает. Ну, я не помню, брусок везде говорил или монета проскальзывала. Надеюсь, что брусок. Тык, выделим это сразу здесь. Всю эту скорость мы нашли, это уже что-то на самом деле. Так, теперь можно что-нибудь, наверное, с вот этим перемещением сделать. Есть тоже соответствующая формула. Давайте попробуем ее здесь применить. Перемещение. Перемещение. Причем, давайте сразу за время Тау писать. В системе отчета ленты нашего бруска. Это есть по соответствующим формулам кинематики роноскоренного движения. Произведение начальной скорости на время. Плюс одна вторая. Произведение ускорения на время в квадрате. Ну, вполне знакомое соотношение. Давайте запишем все это в проекции на ось Х. Кстати, тут можно было бы Х двоеточие написать. И, пожалуй, я здесь это тоже сделаю. Давайте. С относительное в проекции на ось Х. Это плюс С относительное, потому что это вектор сонаправленный с осью Х. Вот так и пишем. Я тут всегда по-разному пишу. Дальше это плюс В относительное 0 Тау. Почему проекция этого вектора на ось Х равна плюс модуле этого вектора? Потому что вот этот вектор, он сонаправлен с осью Х. Ну, это, в принципе, уже упоминали непосредственно вот здесь, когда записывали. Ну, и, наконец, нужно проекцию ускорения А на ось Х записать. А против оси Х, поэтому АХ, проекция вектора А на ось Х, это минус А. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что здесь более чем резонно было бы, наверное, вот эту относительную начальную скорость подставить сюда. АТау на Тау, это АТау квадрат. Получается АТау квадрат минус 1 вторая АТау в квадрате. То есть получается 1 вторая АТау в квадрате. На самом деле, ну, я уверен, можно тоже это посчитать, посмотреть, сколько будет получаться. Ускорение у нас с вами это 2 метра на секунду в квадрате. Время там у нас с вами 0,5 секунды. Ну, не забываем в квадратик возводить. Там двоечки эти, естественно, уходят. Получается 0,25. 0,25. Расстояния все имеются у нас в метрах. Мы с относительной выразили. Ну, это на самом деле очень здорово. И вот к вопросу про угол, к вопросу про угол, давайте соображать. Вот угол Альфа, а вот S-относительная. Можно же попробовать это как-то сейчас, я не знаю, параллельно мне получится нарисовать, повторить. Вот если это S-относительная сейчас вот нарисовать. Вот S-относительная. Я модуль здесь буду подписывать, да? Вот. Здесь внизу у нас с вами находится кромка, граница. А если перпендикуляр к ней нарисовать, то сразу вот этот угол Альфа отмечается. Так вот, та точка, где мы остановились, вот она. Расстояние от нее до вот этой границы аж большое. Можно вот так аккуратно перпендикуляр опустить и показать, что вот это как раз аж большое. Мы знаем S-относительное. Значит, можем и к углу подобраться. Поскольку вот это параллельно этому, оба же перпендикуляра к одной границе, здесь угол Альфа, как накрест лежащий с этим. Вот. Ну и вспомним, да, вот прямоугольный треугольник нам дан. Для этого угла это прилежащий катет, это гипотенуза S-относительная, косинус угла. Косинус Альфа давайте попробуем выразить. Это прилежащий катет H-большое делить на гипотенуза S-относительная. И сразу давайте посчитаем. Формально будет ответ на первый вопрос. Ну, он частично был получен, мы нашли модуль ускорения. Вот направление в виде угла Альфа мы еще не определили. Ладно. H-большое, где у нас? Вот, 0,2 метра. 0,2 метра. S-относительное 0,25 метра. На самом деле очень хорошо. Можно на условно 10 домножить. Это будет даже не на 10, а на 120-25. Вот, а если на 5 сокращать, это 4,5. 4,5 косинус, отличный косинус. Или 0,8. Косинус Альфа 0,8. Класс. Мы нашли угол, это на самом деле как раз то, что нам надо. Это прям супер. На самом деле, я думаю, что можно даже и синус Альфа было бы здесь посчитать по основному трагентрическому тождеству. Синус Альфа – это у нас корень из 1 минус косинус в квадрате Альфа. Угол острый. Подставить, если 0,8, там 0,6 в итоге получится. Вообще довольно популярные вот эти значения синусов и косинусов, то, что надо. Все. Как найти У и В0, возникает вопрос. А вот к тому треугольнику, который, помните, иллюстрировал закон сложения скоростей, я думаю, к нему надо обратиться. Сейчас будет прям огонь. В относительное знаем и угол знаем. Значит, вот этих два качества найти сможем. Ну, действительно, у нас скорость В0 бруска относительно Земли складывается из скорости того же бруска относительно ленты, плюс скорость самой ленты. Это горизонтально, это вертикально. Тут угол прямой. Прямоугольный треугольник. Можно те же, на самом деле, синус-косинус записать. Ведь фактически В0 это что? Это В относительное 0 косинус альфа. Можно так и писать. В0 это В относительное 0 косинус альфа. Посмотреть, что будет. Вот. А У это что? Противолежащий катет для угла альфа. Это гептенуза В относительное 0 на синус альфа. Тоже давайте запишем. В относительное 0 на синус альфа. То есть, как мы видим, с точки зрения вычислений, то тут все не так сложно. Так, скорость у нас была 1 метр в секунду. Все хорошо. И там, и там причем. Ответы сейчас будут на второй и третий вопрос этой задачи. Так, косинус и синус у нас 0,8, 0,6. 0,8, 0,6. То есть, вот они и ответы. В0. Вот оно. Получается 0,8 метра в секунду. По-моему, на второй вопрос ответ, да? И У. Ответ на третий вопрос. 0,6 метра в секунду. Слушайте, ну мы нашли с вами все скорости. И классно. В чем кинематика прям совсем просто получилось это сделать. Хоть на самом деле можно было еще энергетически, но все равно там результат был бы тот же самый. Кинематика в этом плане проще. Ну, мы про теплоту еще не поговорили. Поговорим. Ну вот, 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 как это выглядит. Что еще было бы прикольно в рамках раскачки здесь посмотреть? Знаете, мне кажется, что можно было попробовать все-таки что-нибудь сделать в системе отчета Земли. Наверное, это было бы тоже любопытно. Как бы все вот это выглядело в системе отчета Земли? Можно ли было в этой системе отчета решить? Я думаю, да. Давайте попробуем это сделать. Ну, мы все убрали. Вот кинематика ровноскоренного движения бруска в системе отчета стола Земли. Может быть, здесь получится что-то сделать? Ну, давайте писать также основные формулы. Итак, первую формулу давайте сразу за время Тау будем записывать. Спустя время Тау скорость У, а начальная В0. Ага, а ускорение А, время Тау. То есть скорость в конце У, она складывается из скорости в начале В0 и произведения ускорения А на время Тау. Понятия не имею. Пригодится это, не пригодится. Но в любом случае, учитывая, что здесь направления разные, проецировать это я бы, наверное, не стал бы. Я бы попробовал это как-то векторно изобразить. То есть идея в чем? Причем, если мы к вектору В0 прибавляем вектор АТау, не знаю, как лучше изобразить. Ну, вектор АТау смотрит туда же, куда А, то есть под углом альфа. Ну, вот надо как-то параллельно синие стрелки, короче, нарисовать. Но я думаю, понятно, вот параллельно синие стрелки я рисую. Ну, нормально. Так, вектор АТау туда же, куда А. И вот когда А, он, кстати, под углом альфа, если что. Тут угол альфа с границы. Мы получаем в сумме, тут же сумму, мы получаем вектор У, а он должен быть горизонтально ориентированный. Круто. То есть вот вектор У. То есть этот треугольник скоростей получается прямоугольный. Это классно. Вот, может быть, отсюда что-то можно было бы получить. То есть если найти угол альфа, мы опять мгновенно находим все скорости. Вот. То есть с точки зрения того, что мы здесь видим, мы можем что сделать? Мы можем, ну, если предположить, что мы альфа нашли, сказать, что В0 – это АТау косинус альфа, а У – это АТау синус альфа. И сразу все получится. Ладно. А что тут с перемещениями? А тут интересно. Вектор перемещения S-абсолютная. Это вторая формула уже пойдет из основных. S-абсолютная, давайте, наверное, так и напишем. Это есть начальная скорость В0 на время Тау. Все за время Тау пишем. Плюс 1,2 вектор ускорения на Тау в квадрате. Но проблема в том, что мы не знаем это абсолютное перемещение. Но мы знаем H. А что такое H? А смотрите. Формально можно, видите, ввести еще одну координатную ось, ну, не связанную вот с этой, какую-то другую. Давайте ее обозначим. Ну, Y, если скажете, а что XY не перпендикулярны, наверное, плохо. Надо ее как-то обозначить, я даже не знаю как. Так, ну, пусть будет ось Z, вот такая буква. Какая-то, неважно какая, какая-то координатная ось. Какой-то другой системы координат. Ну, вот фишка в чем? Она перпендикулярна вот здесь, конечно же, вот этой границе. А фишка в том, что проекция вот этого абсолютного перемещения на эту ось, давайте в шутку ее Z буду называть, проекция с абсолютной на Z, это вот это расстояние, да, оно и есть H. Так давайте на ось Z спроецируем, посмотрим, что будет. Итак, если на ось Z проецировать, ну, формально, что будет, если вот писать в общем случае S абсолютная Z, это V нулевое Z, Тау, плюс одна вторая A Z, Тау в квадрате. Зря бы букву эту взяли, но ладно. Значит, S абсолютная Z мы уже сказали, H. Можно, в принципе, сразу подписывать. Проекция с абсолютная на эту ось, да, тут прямой угол, это H большое и есть. Ок. Это H большое и есть. Так, V нулевое Z, V ноль Z направлены, так что в проекции это плюс V ноль. На Тау. И плюс одна вторая A Z, Тау в квадрате. И вот тут, на самом деле, самое неприятное. Надо ускорение проецировать. Ну, смотрите, ось Z у нас ориентирована вот таким образом, так, перпендикулярно границе. А ускорение давайте вот здесь перенесу аккуратно. Мы видим, что она в противоположную, как бы, сторону, чем сама ось ориентирована. То есть проекция отрицательной будет. Лучше ей вообще, наверное, как-то отдельно записать вот это ОЗЮ. Она отрицательная проекция, потому что A смотрит вот полупространство против того, куда ОЗЮ направлена. Ну, а дальше, чтобы спроецировать стрелочку напрямую, мы всегда умножаем на косинус острого угла между вектором и осью. Модуль вектора, соответственно, A. А вот этот угол как раз альфа. То есть A косинус альфа. A косинус альфа. Проекция A вот сюда. Ну, грубо говоря, опустили перпендикуляр. Речь вот про это. Это и есть A косинус альфа. По модулю проекция. Ну, с учетом знака минус, потому что вот против Z. Ну, мы здесь не будем учить проецировать. Суть, я надеюсь, ясна. То есть можно писать минус 1 вторая, а косинус альфа Тау квадрат. Так, и что с этим, пардон, делать? Вы меня спросите. Ну, видимо, надо выражать, пытаться как-то. Вот здесь V0. Вернемся сюда, к треугольнику скоростей. Таки все-таки выразим длину этой стороны. V0, модуль вектора. Это гипотенуза, длина вектора Атау, то есть Атау, на косинус альфа. Мне кажется, если туда подставим, сейчас как раз все будет очень любопытненько. Подставляем это сюда. Что будет получаться? H равно V0 Тау. Ну, то есть вот это на Тау. Это Атау квадрат косинус альфа минус 1 вторая Атау квадрат косинус альфа. Ну, опять, мы вот использовали то, что вот было здесь. 1 минус 1 вторая это 1 вторая, то есть H это 1 вторая Атау квадрат косинус альфа. Ну, в принципе, то же самое получается. Косинус альфа отсюда находится. Косинус альфа это есть 2H делить на Атау квадрат. Так, 2 умножить на H большое 0,2 метра. 0,2 метра. Так, поделить ускорение А. Какое у нас было ускорение А? 2 метра на секунду в квадрате. Так. Так, ну и Тау это 0,5 секунды. Оно там в квадрате. Классно. На самом деле там с размерностями все в порядке. Можете проверить. Двойки уходят. 0,2 на 0,25. Опять то же самое 4,5. 4,5 получается. То есть 0,8. Ну, из косинуса по основному трагентрическому тождеству найдется синус как 0,6. Ну, и как вы понимаете, дальше все то же самое. Найдя угол, мы найдем В0 и найдем У. У находится из этого прямоугольного треугольника по определению синуса. У это будет АТАУ синус альфа. И будут те же самые ответы. В0 это будет, если косинус подставить 0,8. А У если синус подставить 0,6. Я уж не буду это прописывать, но вы видите, что все то же самое. Но немножечко получилось посложнее. Может быть, конечно, здесь может было как-то попроще. Дело в том, что помимо этих форм у кинематических есть еще другие. В принципе, кинематика это такое некое творчество. Тут можно по-разному все это делать. Но все равно, мне кажется, это было полезно. То есть мы видим, что в принципе, в какой системе отчет кинематику не расписываю, к результату доходишь. И находишь вот эти ответы на первых три вопроса задачи. А теперь давайте поговорим с вами про количество теплоты, которое выделяется вследствие трения непосредственно нашего бруска о ленту. Вот тут вопрос был сформулирован так, что сколько теплоты выделится пока брусок на ленте. И тут как бы идея в том, что он вроде как с лентой-то никогда не съедет, да? То есть когда он относительно не восстанавливается, дальше этот брусок вместе с лентой движется вправо со скоростью U, и он все время на ленте остается. Но идея-то в том, что сама теплота выделяется тогда, когда есть относительная скорость проскальзывания. То есть вот при таком движении, когда нет относительного проскальзывания, тепла не будет. Вся к тому, что как только у нас брусок относительно ленты остановится, и дальше вот будет вместе с ней, теплота просто не будет выделяться. И не важно, что он там на ней будет бесконечно долго. То есть теплота выделяется только пока есть именно проскальзывание относительное, пока именно относительно ленты брусок наш будет проскальзывать. Еще раз давайте относительно земли он движется вот так, относительно ленты он движется вот так. Очень важно, Ну, очень просто это осознать, просто если потереть ладошка о ладошку, что греются обе поверхности, обе руки. Так и здесь. Не просто так вопрос звучит, сколько в системе теплоты выделится, греется не только брусок, но и лента. И тут очень важно понимать то, как на самом деле правильно находить вот это количество теплоты, пока есть вот это вот проскальзывание. На самом деле дело в трении, причем не только в том, которое как-то воздействует на брусок, но и в том, которое действует непосредственно на ленту. Давайте рассмотрим произвольный момент. Ну вот, допустим, относительно ленты у нас шайбочка наша, ну брусок оказался вот здесь, скорость еще относительно ленты до нуля не упала. То есть вот так вот у нас вектор нашей относительной скорости ориентирован. Ну и за ускорение поменьше стал. Куда у нас с вами направлена сила трения скольжения, действующая именно на брусок? Против относительной скорости, то есть то, что приложено именно к бруску, именно к бруску, не к ленте, а к бруску. Вот, против относительной скорости, силу трения. У нас, кстати говоря, она таким образом, в общем-то говоря, уже обозначалась. Но надо понимать, что если лента на брусок вот этот вот, массы M, действует с силой трения вот такой, то и брусок на ленту будет действовать с точно такой же силой по модулю, но противоположного направления. То есть на ленту будет действовать сила трения. Давайте я ее попробую обозначить другим цветом, там, допустим, синим. На саму ленту, пока есть проскальзывание, на саму ленту, давайте это тоже попробуем как-то вот изобразить, да, к ленте будет приложено, будет действовать сила трения. Давайте ее назовем F-трение со звездочкой. По третьему закону Ньютона, с какой силой вот этой вот розовенькой лента действует на брусок, с какой силой трения скольжение. По третьему закону Ньютона, с такой же силой по модулю, но противоположному по направлению, брусок будет действовать на ленту. Вот эта синяя сила трения, она на ленту действует. Вот это вот, ну, они на самом деле одинаковые, должны быть по длине, может быть, у меня не очень равные по длине стрелочки получились, но неважно. Итак, вот это вот красное-розовое на брусок, вот это вот синяя на ленту. Они равны по модулю, но противоположное направленное. Это вот внутренние силы, да, действующие между бруском и лентой. Вот. И вот пока есть проскальзывание, есть вот эти вот две силы трения. Они всегда таким образом будут направлены в любой, на самом деле, инерциальной системе отчет. Вот. Просто учитывая то, как определяется направление вот этой силы, там, противоотносительной скорости, мы ей сказали, там, вот, помните, да, вот, давайте относительно ленты посмотрим, как мы двигаемся. На самом деле, такие же силы в системе отчета и стола, естественно, будут действовать, и они так будут направлены. Так вот, мы начинали с того, как теплота определяется вот в следствии трения. Значит, есть из теории некоторые сведения, которыми мы должны будем воспользоваться. Оказывается, сумма механических работ двух внутренних сил трения, действующих между двумя поверхностями соприкосновения, всегда отрицательна. Ну, а конкретно сумма работ двух сил трения внутренних равна минус тому количеству теплоты, который будет выделяться как раз в системе. Вот так. Сумма двух вот таких вот сил трения скольжения, это всегда минус теплота. Ну, мы не будем сейчас подробно в этом копаться. Будем считать, что именно трение приводит к диссипации механической энергии, к уменьшению, и превращению ее во внутреннюю энергию, то есть вот в теплоту ладошки греются. Лучше, конечно, сделать некоторый отдельный теоретический какой-то фрагмент, где это прям записать. Давайте без привязки к этой задаче, или если хотите, какой-то там вид, может быть, вот там сбоку, может быть, какой-то там вот, когда голова вот так вот вдоль горизонтальной плоскости смотрит. В общем, представьте себе, есть брусок, есть некая поверхность, там та же лента, или может быть доска какая-то, по которой непосредственно этот брусок скользит. Они обе могут двигаться, главное, чтобы между ними было проскальзывание друг относительно друга. Ну и давайте будем считать, что на непосредственно брусок вот так силы трения действуют, вот, а на вот эту ленту, соответственно, там доску, неважно, это, в общем, такой теоретический фрагмент. Вот таким образом, F-трения со звездой. На самом деле, чтобы теоретическая выкладка была наиболее полной, красочной, подробной, стоит отметить, что по третьему закону Ньютона, я не поленюсь и это сделаю прям подробно, по третьему закону Ньютона, чтобы у каждого из вас это осталось, сохранилось. Вот это силы действия, это противодействие, то есть справедливо, что F-трения со звездочкой это минус F-трения вектор. Кстати, иногда прям минус F-трения вектор, чтобы обозначение не плодить, и сразу здесь пишут. То есть минус показывает, что направления у них разные, ну и понятное дело, что по модулю они тогда будут равняться друг другу. F-трения со звездой равняется F-трения. Кстати говоря, конкретно в нашем примере, мы, если помните, писали силу трения ММЖ, можно даже будет это высчитать. Так вот, если мы договоримся, что эта сила будет первой, вот так, а эта сила будет второй, то справедливо следующее, что сумма работ этих двух сил, работа первой силы, вот этой вот розовенькой, плюс механическая работа А2 вот этой силы, синенькой, она всегда отрицательна. Ну а конкретно это будет равняться минус тому количеству теплоты, который будет выделяться в системе. И что интересно, ну это вопрос на самом деле тоже очень важный. Вы же понимаете, что количество теплоты, которое выделяется, оно не зависит от выбора системы отчета. Ну какая разница, с какой системы отчета смотреть, там, с ленты, с земли, оно вот одно какое-то количество теплоты, и это количество теплоты, оно, как вы понимаете, у нас всегда не отрицательное, оно не может быть у нас меньше нуля, что выделяется. Ку не зависит от выбора системы отчета. Стало быть, сумма вот этих двух работ внутренних сил трения, что возникают при проскальзывании, тоже не зависит от выбора системы отчета. Это вот всегда минус теплота. Да, в одной системе отчета конкретно взятая работа одна, в другой другая. Но вот сумма работы двух таких внутренних сил трения, она не зависит. Можно это, в принципе, как бы пояснить, покопаться в этом, сейчас на это времени нет. И так, в общем-то, как вы видите, достаточно насыщенный разбор по времени получается. Просто это принимаем на веру. Запоминаем и четко вполне это используем. Сумма работ двух внутренних сил трения, возникающих на поверхности раздела, двух трущихся друг от друга объектов, это есть минус то количество теплоты, которое выделяется. И вот исходя из этого, давайте прямо это выделим, мы на самом деле с вами вот эту теплоту искать-то и будем. Вот. Ну и на самом деле, те, кто вот в олимпиадной тематике достаточно долго, уже на самом деле могли привыкнуть к некому следствию этого факта, который очень часто при решении олимпиадных задач просто без вывода пишут, и это нормально. О каком же факте я говорю? Оказывается, если, а у нас будет на самом деле в задаче именно так, силу трения по модулю, ну, у них модули здесь равны, естественно, она не меняется, ну, у нас она не меняется, то конкретно отсюда будет следовать, что вот это количество теплоты, которое выделяется, это есть произведение модуля силы трения скольжения на, внимание, относительный путь, путь неперемещения, да, именно так, на относительный путь, который будет проходить одно тело, относительно другого. Да, поскольку у нас относительно ленты, конкретно, наш брусок движется вдоль прямой, без разворотов, то перемещение по величине будет равно пройденному пути, поэтому мы здесь напишем S относительное, это да. Но, знаете, на самом деле здесь относительный путь. И вот очень многие сразу пишут эту формулу на самом деле, и по ней сразу получают ответ. Мы можем тоже так поступить, посчитать, и это будет ответ на пятый вопрос. Но, конечно, хотелось бы это прям получить. Ну, могу быстренько вскользь озвучить, что если бы силы трения была бы переменной, то теплота бы равнялась площади под графиком зависимости силы трения скольжения от величины пройденного относительного пути, от величины пройденного пути одного тела относительно другого. Там было бы так, это тоже все уводится, там через суммы, можно сказать, через интеграл. Вот. Тоже можно, в принципе, это выделить, это важный аспект, но мы на самом деле с вами это попробуем доказать. То есть, как правило, в этих задачках теплота это действительно зачастую какой-то лишь вспомогательный вопрос, и учитывая, что очень часто мы ограничены по времени, временные ресурсы, они не бесконечные, часто это пишут без вывода, подставляют ответы, все готово. Но, но, у нас формат нашего вот этого видео, то другой, мы качаем физику и получаем много-много-много кайфа. Поэтому мы все-таки постараемся это получить. Мы постараемся это получить, делается это, в принципе, несложно. Вообще, сейчас вот будем вот этот фрагмент убирать и вот именно попробуем прочувствовать саму физику, это нам важно. Есть еще один теоретический аспект, который нам на самом деле будет нужен, чтобы максимально погрузиться в физику, это закон изменения механической энергии для материальной точки, ну, в нашем случае, бруска. Лучше его даже записать будет. Закон изменения во всех нациальных системах отсчет он работает, закон изменения. Изменения механической энергии. О чем же он будет гласить? Он говорит о том, что работа непотенциальных сил, действующих на материальную точку, есть изменение механической энергии этой точки, где механическая энергия это сумма кинетической потенциальных энергий. Вот. Здесь в качестве непотенциальной силы фигурирует силу трения. Вот. То есть работа отдельно взятой непотенциальной силы трения, действующей на точку, работа непотенциальных сил, ну, силу трения, допустим, да, это есть разность механических энергий. Дельта Е. То есть, конечная механическая энергия, Е-конечная, минус начальная механическая энергия, Е-начальная. Учитывая, что все движение у нас происходит в горизонтальной плоскости, можно сказать, потенциальной энергии никакой не будет, сил утяжки здесь, мы 0 потенциальной энергии просто возьмем на уровне этой ленты, выходит, механическая энергия просто будет кинетическая энергия то есть понимать это надо как разность кинетических энергий естественно это пишется в отдельно взятый какой-то системе отчета и тут надо понимать что в одной системе отчета может быть одна работа данная энергия до другой другая это нам тоже на самом деле будет нужно вот итак а теперь давайте попробуем в разных системах отчета покачать то что мы с вами здесь видим начнем пожалуй с iso ленты как все происходит в системе отчета ленты на предмет теплоты вот ну первый вариант который мы используем как раз вы видим ту самую формулу для теплоты собственно сумма работ вот этих самых двух сил это минус теплота работа зависит от выбора системы отсчета и для постоянных по направлению величине силу механическая работа определяется по очень простому определению можно так и написать отдельным здесь пунктом одну мысль мы записали напишем другую если если сила постоянная как по направлению так и по величине то это означает что работа этой силы это есть модуль силы на модуль перемещения нашей точки s на косинус угла ну условно гамма давайте его обозначим это угол между направлениями положительными векторов силы и перемещения он может быть тупой может быть острым может быть прямым то есть это угол между положительными направлениями правильно так называть силой перемещения ну что я вкладываю фразу положительное направление вы сейчас на самом деле видите вот можно отдельно отметить , где ну что же давайте значит работа вот этой силы действующий на брусок назовем ее а1 относительная плюс работа вот этой синей силы действующий на ленту а2 относительная вот он индекс показывает что мы именно в системе отчета ленты это минус то количество теплоты который выделяется но теперь давайте соображать чем будут равны эти работы начнем с работы вот эта розовенькая сила действующие на брусок все системе отчета ленты сила вот а перемещение в этой системе отчета для нашей точки это вот эта желтенькая соотносительная обратите внимание сила вот так розовое перемещение вот так угол между ними развернутый сто восемьдесят градусов и так модуль силы на модуль перемещения вот этого вот на косинус 180 градусов гамма будет сто восемьдесят градусов это мы прямо определение запишем итак модуль силы трения на модуль перемещения на косинус 180 градусов он как известно равняется минус единиц то есть формально вы получаете минус F трения умножить на S относительное. Вот что мы с вами здесь будем иметь. Чему равняется работа синенькой силы F трения со звездой, действующей непосредственно на ленту, в системе отсчета ленты. А тут идея в том, что, несмотря на то, что сила эта есть, сама лента-то неподвижна. В системе отсчета ленты лента неподвижна. Поэтому перемещения S ленты в системе отсчета ее самой любимой и не будет. Фишка вот и на самом деле удобство нахождения теплоты в системе отсчета ленты как раз связана с тем, что вот эта вторая работа зануляется. У вас лента в системе отсчета ленты не двигается. Там нет перемещения. Поэтому эта работа будет ноль. А выходит, это будет записываться так. Минус F трения умножить на S относительное плюс ноль равно минус теплота. Вот, кстати говоря, та самая формула и вышла. В этом частном случае теплота, что выделяется от силы трения по модулю на S относительное. Ну и, в общем-то говоря, можно совершенно смело все, я думаю, это будет высчитывать. И, безусловно, нам с вами стоит сейчас этим, мне кажется, заняться. Значит, единственный момент, как бы, здесь очень важный. Вот мне сейчас, как бы, вспомнить только, чему у нас там S относительное равнялось. Я не совсем, к сожалению, это помню. Сейчас мы выкрутимся. Но F трения сейчас мы в любом случае посчитаем. Сила трения скольжения это μmg. Коэффициент трения μ 0,2, масса 0,1. G это 10. Итак, 0,2 умножить на массу 0,1 килограмма. G ускорение сводного падения килограмма. G это 10 метр на секунду в квадрате. Понятное дело, что 0,1 на 10 это единица, то есть получается в итоге 0,2 ньютона. Наша сила трения скольжения. Я думаю, надо будет ее нам запомнить. Вот. А S относительное я уже, честно говоря, забыл, какое оно у нас там получалось. Мы его вроде как с вами высчитывали. Но я, естественно, поскольку все это в живом виде записываю, уже не помню. Вы, конечно, наверное, уже помните, а я не помню уже. Ну, сейчас мы вспомним. У нас было значение, мы косинус значение как раз находили, исходя из S относительного. Дай бог памяти. Я сейчас попробую просто вспомнить. У нас получалось, что S относительное равнялось, по-моему, там было АТАУ в квадрате пополам после упрощений. Если мне память не изменяет. Ускорение А это Мюже. 0,2 на G, 0,2 на 10 это 2. То есть ускорение было 2 метра на секунду в квадрате. Время, по-моему, было полсекунды. Так. 0,5 секунды в квадрате. Все это пополам. Двойки уходили. А, ну, 0,25 метра, видимо, да? 0,25 метра. А, ну да, похоже. Потому что там аж большое. Вот это было 0,2 метра. А учитывая косинус угла 0,8, да, оно. Ну, окей. Видите, вспомнил. Даже подсматривать никуда не пришлось. Теперь теплота. Высчитываем ее. Это 0,2 ньютона. Умножить на S относительное. 0,25 метра. 0,2 это 1,5. 0,25 надо разделить формально на 5. 0,05 джоуля получается. То есть, вот он ответ на последний, четвертый вопрос. 0,05 джоуля. Вот столько теплоты выдавится в системе вследствие трения нашей монеты, хотел сказать, бруска, ленту. Ну, естественно, пока лишь только вот мы проскальзывали. Вот это относительное есть. Теплота выделяется. Как оно прекращается, там уже при отсутствии относительного движения. Теплота выделяться уже не будет. Ок, мы с вами получили численный ответ. Уже можно ответ писать. Но теперь давайте подумаем, зачем я вот это все-таки писал. Есть еще один путь, как на самом деле можно было это получить. Вот. Мне бы хотелось его тоже здесь отметить. Связан он вот с чем. Мы ведь на самом деле, понимая вот это, что эта работа зануляется. Мы могли вот эту работу посчитать не по определению работу вот этой, значит, розовой силы трения, скольжения, а вот так, как разность кинетических энергий непосредственно нашего бруска в системе отчета ленты. Ведь работу мы в системе отчета ленты пишем. То есть, почему бы нам не записать закон изменения механической энергии, вот этот, в системе отчета инерциальной ленты для бруска. Что бы у нас тогда получилось, вот это было бы интересно посмотреть. Ну, смотрите, давайте. Формально это А1 относительное получилось прям. А1 относительное. Это и есть работа непотенциальных сил. И это есть конечная механическая, она же кинетическая энергия нашего бруска в системе отчета ленты. А это ноль. Потому что относительно ленты мы останавливаемся. Ноль. Так. Минус начальная механическая энергия в системе отчета ленты, энергия бруска, она же кинетическая. Это МВ относительный ноль в квадрате пополам. То есть, минус начальной энергии 1,2 МВ относительный ноль в квадрате. Ну, то есть, получается просто как раз минус вот это вот самое кинетическое энергии. Вот здесь, на самом деле, почему бы нам не взять вместе с вами и не приравнять вот эту работу, учитывая, что это ноль к минус теплоте. Там минусы уйдут, и получится, что Q это и есть фактически начальная кинетическая энергия бруска, но именно относительно ленты, а не земли. И почему бы не досчитать? Значит, 1,2 умножить на массу, масса 0,1 килограмма, 0,1 килограмма, а скорость относительная в квадрате, это вот этот метр в секунду в квадрате, 1 метр в секунду в квадрате, ну, то есть фактически единичка. 0,1 пополам, 0,05. Тот же ответ. Получается 0,05 джоуля, то есть можно было поступить так. Вот, но опять это именно благодаря тому получается, что работа вот этой синей силы трения равна нулю, потому что системе отчета ленты ленты неподвижны. Ну, вот общее соображение именно в системе отчета ленты. А как в системе отчета земли? Давайте записывать. Значит, в этой системе отчета давайте считать, что работы вот этих сил, естественно, они меняются при переходе из одной системы отчета в другую. Это А1, А2. Вот у земли так будет. Это уже будут две неналевые работы. А1 работа вот этой розовой силы трения действующей на брусок, плюс А2 работа вот этой синей силы трения действующей на ленту. Все в системе отчета земли. Это минус то же самое количество теплоты. Ну, и вот тут как бы придется уже помучиться, давайте этим заниматься. Основная проблема состоит в том, что перемещения разные будут. Значит, для силы трения, ну, вот для бруска, вот когда мы говорим про работу А1, мы говорим про работу вот этой вот розовой силы трения, приложенной к бруску, там мы берем перемещение бруска. И это перемещение в системе отчета земли, вот это вот красное с абсолютной, которое не есть, пойми, куда вообще направлено. То есть, как тогда все будет записываться для этой работы? Сейчас вы поймете, насколько в системе отчета земли становится сложнее. Модуль силы трения вот этой розовой на S абсолютная по модулю. И вот теперь смотрите на косинус угла между положительными направлениями силы трения и непосредственно S абсолютная. Вот первый такой засадный момент на самом деле. Смотрите, силы трения вот так смотрит эта розовая, а S абсолютная туда, вот угол между ними надо брать. Но я предлагаю вот это с относительной вот это направление сейчас вот так продлить просто на всего. Вот. Что я предлагаю сделать? Давайте вот этот угол обозначим бета-1. Тогда угол между векторами S абсолютная и розовая и розовая в трения это получается будет вот этот уголок. Он будет 180 градусов минус бета-1. И нам нужен именно он между положительными направлениями вот этого и этого красного векторов. То есть получается косинус 180 градусов минус бета-1. По формулам приведения косинус 180 минус бета-1 это минус косинус бета-1. То есть это будет выглядеть так минусов трения S абсолютная косинус бета-1. Мы еще про S абсолютный косинус бета-1 поговорим. Так, теперь вторая работа А2 это работа силы трения синей действующей на ленту и перемещение уже ленты будет важно. А это S переносная понимаете? То есть мы относительно земли смотрим как перемещается объект нашего рассмотрения это лента к которому как раз приложена силы трения синей F трения со звездой работа которую мы хотим посчитать. То есть здесь получается по определению что будет F трения со звездой по модулю ну то есть формальное F трение они по модулю равны на перемещение ленты работу силу действующую на ленту же мы рассматриваем поэтому перемещение ленты S переносная она уже есть системе отчета земли и снова на косинус угла между направлениями чего положительными направлениями силы трения синий и вот этого перемещения опять немножко неприятно с углами давайте обозначим угол между S переносный S относитель вот здесь вот этот угол за бета 2 тогда если вот S относительное продлить вот этот вот уголок искомый косинус которого как раз здесь должны будем написать с вами это будет угол 180 градусов минус бета 2 180 градусов минус бета 2 такой-то угол между положительными направлениями силы F трения со звездой синей и S переносная 180 градусов минус бета 2 Давайте здесь попробуем это записать. Опять по формулам приведения это минус косинус бета-2. То есть мы будем с вами получать минус F трения умножить на S переносное умножить на косинус бета-2 теперь уже. Ну и вот смотрите, что получается. Если вот обе работы сюда подставить, A1 и A2, что мы будем иметь? Мы будем иметь минус F трения. Тут главное все уместить. S абсолютное косинус бета-1 минус F трения умножить на S переносное косинус бета-2 и все это равняется минус Q. Понятное дело, что можно домножить на минус 1, да? И тогда все минусы уйдут, вообще будет все хорошо. Тут будет плюс, тут будет плюс, тут будет плюс. А F трения здесь можно вынести за скобку. Что тогда получится? Что искомая теплота, это есть F трения умножить на S абсолютное косинус бета-1. Сейчас будет апогей мысли. Плюс S переносное косинус бета-2. Ну и вполне возникает вопрос, а как это найти? Что это вообще такое? Тут надо немножко геометрию чувствовать и внимательно посмотреть на самом деле на рисунок. Посмотреть на треугольник вот этих перемещений. Не на углы бета-1 и бета-2. На S относительное посмотреть. Ведь на самом деле, если мы, где-то у меня линейка была O. Опустим перпендикуляр из этой точки на вот это, можно сказать, основание S относительное. Ну вот это перпендикуляр. Даже если сейчас будет как-то смотреть это иначе, да, прямо-то покажем. То смотрите, какая история. Разобьем мысленно весь вот этот вот треугольник из желтых стрелок. На два прямоугольных, где одна сторона будет этот перпендикуляр. На вот такой вот, с вот этой вот серебристой стороной. И на вот такой вот маленький узенький. Так вот, давайте смотреть, что такое S абсолютное косинус бета-1. S абсолютное на косинус вот этого угла даст нам как раз расстояние вот от этой точки. Вроде она у меня получается, да? От этой точки до, соответственно, вот этой точки. То есть мы прямо получим вот этот кусочек. Вот он. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. О! Теперь вот этот треугольник рассмотрим. Мы подумаем на предмет того, что такое S переносное косинус бета-2. S переносное, как гипотенуза, косинус бета-2. А вот этот прилежащий, можно сказать, катет мы получим. То есть это будет расстояние от вот этой самой опять точки до этой точки. Можно его отдельно тоже здесь выделить. Вот этот кусочек мы с вами будем иметь. Ну а что ж такое сумма длин этих двух кусочков? Этого и этого. Так это S относительно-то и есть. То есть мы получили с вами ту же самую формулу, да? Но обратите внимание, каким долгим и муторным путем. Знаете, заскучать даже получилось в этот момент. Именно по этой причине в СО земли никто этого не делает. В СО ленты обычно считают, чтобы одна из двух работ все-таки загнулялась. Получается, как-то все это быстрее и сподручнее. Да, F3 не соотносительно. Нет, ну это стоило сделать, на самом деле, дабы это прочувствовать и показать. А то, знаете, как часто бывает. Тут говорят, а вот сразу пишите формулу там, да? Или, а вот сразу с теми что-то ленты. А почему это с у Земли нельзя? Можно на самом деле. Да просто мороки будет больше. И, ну теперь, осознав это, получив тот же результат, а что если каждая из этих двух работ подойти с точки зрения закона изменения механической энергии? Сейчас будет довольно интересный результат. Смотрите, если записать закон изменения механической энергии для бруска в системе отчета Земли, то мы ведь сможем найти работу А1 вот этой вот непотенциальной силы трения, розовое в трении. Мы ведь знаем, что начальная скорость В0 относительно Земли, а конечная У. Механическая энергия есть кинетическая. То есть для бруска высокой Земли закон изменения механической энергии выглядит так. Работа силы трения это есть. Конечная энергия МУ квадрат пополам минус начальная МВ0 квадрат пополам. Но не стоит забывать про А2 на самом деле. Многие говорят, а вот работа ноль, ну как ноль, у вас есть сила и перемещение, она не ноль. Она не ноль. Все скажут, как так, у ленты же скорость не меняется. А вот тут надо вспомнить самый начал задачи. Помните, мы говорили, ленту двигают. Ее кто-то двигает. То есть на нее с какой-то силой внешне действует. И по дефолту это тоже непотенциальная сила. Понимаете? То есть помимо вот этой синей силы трения скольжения непотенциальной, на ленту еще действует с непотенциальной силой кто-то. За счет чего скорость у ленты, а стало быть механическая энергия ленты не меняется. И выходит закон изменения механической энергии для ленты высо-земли, для ленты высо-земли будет так. А2 равно сразу не напишешь. Там работа непотенциальных сил. Это работа А2, вот этой синей силы трения со звездой. Плюс работа какой-то внешней силы, благодаря которой скорость ленты как раз не меняется. Понимаете? Внешней силы. Мы при ней ничего не знаем. И это есть разность механических энергий именно ленты. То есть ноль. Но у ленты скорость не меняется, кинетическая энергия ленты не меняется. То есть механическая энергия ленты не меняется. Так вот, извините. А2 это минус А вот этой внешней силы. Поэтому, когда вы это дело подставите вот сюда, вы получите очень интересный результат. У вас получится МУ в квадрате пополам минус МВ нулевое в квадрате пополам плюс А2. А это минус А внешней силы фактически. Минус А вот этой внешней силы, действующей на ленту, благодаря которой скорость ленты не меняется. Ну, понятно, что если двигают именно к ленте, то сила будет приложена. И это минус Q. И мы не сможем никаким образом посчитать Q, потому что мы не знаем работу этой внешней силы вообще. Понимаете? В чем суть-то? И это самое классное здесь. Если теплоту отсюда как-то выражать, там влево перекинуть, а все остальное вправо, то теплота будет работа вот этой внешней силы. Давайте это здесь запишем, действующую именно на ленту. Так, что у нас там дальше? Плюс МВ нулевое в квадрате пополам минус МУ в квадрате пополам. Как раз скорее эту задачу, знаете, можно было бы дополнить вопросом, какую работу должен совершить кто-то для того, чтобы скорость ленты не поменялась. Вот найдя теплоту, а теплота у нас фактически это МВ, относительный ноль в квадрате пополам, и подставив эту теплоту сюда, вот после всех наших применений этого, да, мы бы смогли найти А внешней силы. Тоже на самом деле одна из прикольных задач, которую тоже можно было реализовать. Вот. Типично обычно, знаете, что обычно наблюдается? Народ, особенно не думая, не зная вот всей этой кухни, он просто говорит, а ну что там, теплота – это разность кинетических энергий просто на всего бруска высо-земли. Вот нет. Плюс работа той силы, что действует на ленту. Строго надо четко выводить. То есть здесь, чтобы можно было утверждать, что теплота – это изменение именно энергии бруска, нужно именно в системе отчет ленты смотреть. В системе отчета Земли, пардон, нужно еще учитывать, что там с лентой происходит, на предмет вноса ею энергии. Вот. По обеспечению неизменности скорости этой ленты. В общем, короче, мораль всей басни такова. Проще всего, особенно в случае постоянства силы трения, скольжения, писать просто формулу Q равно F трение на S относительное. Вот. А так, работайте в системе отчета ленты, в той системе отчета, где работа вот этой синей силы трения будет нулевой. Там не ошибетесь. А вот в системе отчета Земли тут надо уже быть немножко поаккуратнее, где, можно сказать, та поверхность, на которую происходит проскальзывание, движется. Здесь, как вы видите, возникают нюансы. На самом деле это очень насыщенная физикой задача. И вот, ну, правда, не все с этим согласны, да. Но именно вот такого количества слов и времени требует качания физики процесса, да. То есть вот, если именно вот так не решать задачу, не погружаться в эти задачи, то ничего не получится. То есть техника, когда вот мы просто нарешиваем, грубо говоря, подгоняем что-то под ответ, это не для физики, нет, это не для нас. Нам надо максимально погружаться во все это дело и буквально каждую задачу вот так вот дотошно, подробно, пунктуально расписывать до мельчайших деталей. Кстати, помните, я говорил, что вот эта траектория в системе отчета Земли парабола. Мы еще договорились к этому вернуться. Момент настал. Давайте в целом отметим, какие возможны траектории движения точки при ровноускоренном движении. Когда ускорение этой точки неизменно ни по направлению, ни по величине. Это сейчас будет очень важно. Формально траекторий, возможно, две. Либо прямая, либо парабола. Причем парабола будет симметрична вектору ускорения. То есть как бы ось симметрии этой параболы будет параллельна вектору ускорения. Давайте не будем приводить доказательства сия факта, просто это примем на веру и сделаем соответствующие записи. Итак, значит, если у нас ускорение неизменно вектор А как по направлению, так и по величине, то возможны две таких траектории. Значит, если у нас начальная скорость будет в нашей точке параллельно вектору ускорения, то при ровноускоренном движении, естественно, вот это будет выполняться, траектория будет прямой. То траектория, траектория это прямая. Ну, на самом деле, можно попробовать даже здесь соответствующие записи сделать. Там вот прямой тон рисовать. Да, показать, что вот она наша начальная скорость. Собственно, траектория будет прямолинейной. Ну, ускорение, оно тут два варианта может быть, да. Вот как-то если это сейчас отмечать, там синим цветом, допустим. Ну, ускорение может быть направлено таким образом. Тогда скорость по величине будет расти. И против, под 180 градусов к начальной скорости, тогда по величине скорость в дальнейшем будет падать. Ну, вот это вот первый вариант. Теперь второй вариант. Если начальная скорость, она не параллельна вектору ускорения, ну, как можно показать значок не параллельно? Ну, параллельно его так перечеркнуть. Ну, то есть там образует угол начальной скорости ускорения. Угол не 0 градусов и не 180 градусов. То траектория парабола. То траектория в данном случае, траектория, это парабола. Причем ось симметрии этой параболы будет параллельна ускорению. Ну, можно опять попробовать изобразить какой-нибудь пример. Вот, допустим, парабола. Можно каким-нибудь желтым цветом сразу показать ось симметрии вот этой параболы, да? Через вершину как раз-таки, через самую верхнюю точку будет проходить. Ну, допустим, вот здесь у нас с вами начальная скорость V0. Ну, как в данной ситуации будет ускорение направлено. Параллельно оси симметрии этой параболы она будет направлено. Вот таким образом. Собственно, вглубь траекторию ускорение как раз показывает... Помните, говорили в самом начале еще то, куда вектор скорости будет поворачиваться. На самом деле, знакомая история, когда вы без сопротивления воздуха, поле тяжести земли что-нибудь кидаете, там как раз ускорение же направлено вниз, а траектория параболы и ось вертикально параллельно же ускорению. Вот в нашей ситуации в системе отсчета земли интересно, получается, довольно. Давайте попробуем снова создать этот рисунок. Вот перпендикулярно краю ленты с начальной скоростью V0 мы заезжаем. Так. И вот мы рисовали. Вот так вот выглядит наша парабола. И вот здесь скорость U, там, где мы относительно ленты останавливаемся. Помните? Вот. И мы даже вот получали ускорение, наше ускорение, но вот так вот под углом альфа к, можно сказать, этому направлению, к перпендикуляру было ориентировано. Где здесь вершин параболы и, собственно говоря, где ось симметрии? Ось симметрии параллельно ускорению. Ну, то есть вершина, получается, должна быть где-то здесь, где-то здесь она будет там, где скорость перпендикулярно будет ускорению. И вот это ось симметрии нашей параболы как раз. То есть вершин не тут, а здесь. Вот. В этом месте, собственно, там, где у нас скорость будет перпендикулярно ускорению, она будет как раз вот соответствовать. Это будет точке, являющейся вершиной этой параболы. Ну, что касается нашей ситуации непосредственно, она здесь, на самом деле, наиболее, мне кажется, интересно. Вот, что параболы, она симметрична именно ускорению, вот как и нашей задачи. Но, в целом, вот этих вот два факта, давайте я их отмечу. Их, конечно, надо знать. Они часто в задачах будут проявляться. Они касаются этих два факта только равноускоренного движения. Прошу любить и жаловать. Не, можно, конечно, там строго доказать, немножко математикой придется позаниматься. Да, но вот просто сам факт, это очень полезная деталь. И вот опять эту задачу, она прямо это делает более такой насыщенный, классный, интересный. Постарайтесь все эти рассуждения, все эти выкладки повторить. Ну, не слово-слово, конечно, да, но тем не менее. Может быть, это не получится с первого раза. У вас есть запись, попробуйте обратиться к ней, если где-то сядете. Но важно уметь это все повторять. Физик так работает здесь. Если вы это можете повторить, можете рассказать это другому, и другой это поймет, то вы однозначно с этим разобрались. Просто как сериальчик это все, нет, это никакой пользы не принесет. Нужно учиться это все повторять. Тогда все будет супер. Так что ботайте физику, верьте в себя, умейте вот так вот максимально погружаться в это все, все повторять. И тогда у нас все будет отлично. На сегодня все. Круто очень поботали. Крутая задача. Мы будем это дело продолжать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ботайте физику, верьте в себя, и все у вас будет отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok